Здравствуйте! Меня зовут Екатерина Семыкина. Это проект «Что делать?» И сегодня говорим об одном из самых серьезных последствий нынешнего кризиса. О резком росте цен на продукты питания. И о том, как власть собирается с этим бороться или во всяком случае поддерживать нас, потребителей, и самые незащищенные слои. Вот обо всем этом поговорим сегодня с нашими гостями в нашей петербургской студии. Я приветствую Ивана Федякова, генерального директора информационно-аналитического агентства «Инфолайн». Ольгу Волкову, заместителя директора северо-западного филиала по взаимодействию с органами государственной власти и СМИ «Х5 Ритейл Групп». Эльгиза Гачаева, председателя комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга. И Вадима Рыжкова, председателя Санкт-Петербургского общественного объединения потребителей «Диалог» и вице-президента Ассоциации потребителей Северо-Запад. Ну а на прямой связи в нашей московской студии Артем Белов, исполнительный директор Национального союза производителей молока «Союзмолоко». Здравствуйте, уважаемые гости. Ну и давайте начнем с того, чтобы понять вообще масштаб катастрофы. Ольга Вячеславовна, именно ваша группа, именно ваша сеть недавно заявила о том, что после Нового года потребителям нужно готовиться как минимум к 15-процентному росту цен на продукты. Это только средняя цифра. Рост на отдельные категории товаров может быть и большим. Это правда? Да, действительно, от наших поставщиков мы получили письменные уведомления о предполагаемом повышении цены. Но хочу вас поправить, Катерина, все-таки с августа месяца резкого скачка цен не произошло. На отдельные товары происходило. Но, тем не менее, резкого скачка в целом по отрасли. Курица, сахар. Импортное замещение прошло достаточно спокойно. Какого-то коллапса не произошло. Январь покажет... Как мы по поводу гречки переживаем? Гречка – это отдельная отраслевая проблема. Ее нужно оставить сейчас за рамками, если говорить в целом о ситуации на декабрь месяц. На январь что все-таки ожидаете? Реально ли, что действительно цены вырастут на 15 и более процентов? Ну, это серьезный скачок, согласитесь. Да, боюсь, что те письменные уведомления от поставщиков – это сегодняшняя реальность. Вадим Иванович, вот Ольга Вячеславовна сказала, что импортное замещение прошло относительно мягко, но вот в январе нам нужно ждать действительно скачка цен. В свете всего, конечно, повышение цен нам не миновать. То есть мы должны готовиться в следующем году, я думаю, что не 15, а уж буду пессимистом, и по более процентов, наверное, мы получим торговые наценки на наши продукты питания. Ну, давайте, если говорить об отдельных продуктах, Артем Сергеевич, здравствуйте, присоединяйтесь к нашей беседе. Недавно Ваш национальный союз производителей молока тоже заявил о том, что рост цен на молоко составит не менее 15%. Молоко, как мы знаем, это один из основных продуктов, без которого вообще не обойтись ни экономике, ни потребителям. Вот с чем это связано, и можно ли как-то все-таки избежать этого роста? Екатерина, я бы хотел сделать несколько акцентов. Первое, я хотел бы подчеркнуть, что рост цен на молоко наблюдался до введения санкций и до начала вот этой вот девальвации, которую мы сейчас наблюдаем. У нас с начала года по август месяц цена на сыры и масло выросла на 5-9%. Да, мы это заметили. То есть это был большой рост до любых санкций. После введения вот этих мероприятий, специальных экономических мер, рост цен составил от 0,1 до 0,3% в неделю. То есть он, в принципе, сохранился. Теперь о причинах, которые это вызвали. На молочном рынке есть основная ключевая причина – это дефицит сырья. В прошлом году объем производства товарного молока, из которого мы делаем молочные продукты, молоко, кефир, сыры, масло, упал на 7%. Ну, мы все там хотя бы на бытовом уровне экономисты прекрасно понимаем, да, что дефицит, он приводит к росту цен. Ну, конечно. В результате мы наблюдали вот рост цен на сырье. И если еще пару лет назад сырое молоко стоило порядка там 13-15 рублей, где-то может быть чуть больше, где-то чуть меньше, то сейчас, по данным Росстата, цена составляет 19 рублей, а реальная цена, по которой переработчики покупают молоко, составляет 25-26 рублей. А как же импортозамещение? Импортозамещение-то будет у нас по молоку или нет? Или просто мы в какой-то момент должны отвыкать от молока? У нас сейчас доля импорта примерно 35%. Молочное скотоводство очень сложная отрасль, да, ключевая проблема – это сырье. Если даже сейчас мы начнем серьезно заниматься этим вопросом, то результаты мы сможем получить в лучшем случае через 4-5 лет. Ничего себе! В лучшем случае, потому что современный молочный комплекс строится порядка 2-3 лет. И тогда мы сможем говорить действительно о неком импортозамещении, отечественным сырьем и отечественными молочными продуктами импорта, который сейчас составляет порядка 30%. А сейчас уже начали создавать вот эти хозяйства, о которых вы говорите? Вы наверняка в курсе? Или пока еще ничего не делается? В ноябре месяце Минсельхоз отобрал порядка 600 новых проектов инвестиционных в молочном скотоводстве. Объем производства на этих проектах должен составить порядка 800 миллионов тонн, 800 тысяч тонн. Для понимания, общий объем товарного молока примерно 17 миллионов тонн. То есть это достаточно значительный объем. Но в ситуации, которая сейчас складывается с ростом ключевой ставки, с ростом, с девальвацией рубля, а у нас основное импортное оборудование, которое устанавливается в комплексах, оно все-таки импортное, с код, который мы приобретаем импортный, вопрос реализации этих проектов под очень большим вопросом. Ну вот видите, и вы тоже нам даете такие пессимистические прогнозы. Ильи Сыдрисович, успокоите петербуржцев? Честно говоря, вот я как горожанка, да, как потребитель, вот мне становится очень не по себе и очень тревожно. Вы знаете, я хочу поддержать вот тут тезис Ольги Вячеславовны, что все-таки рост цен проходил достаточно без резких таких рывков и скачков. Ну как, ну и молоко, и сыры, ну посмотрите. А рыба? А рыба? Значит, дайте сказать, не перебивайте, пожалуйста. Потому что вот это импортозамещение, которое заняло определенное время, конечно, сейчас не будем брать рост цен из-за валюты. На самом деле, все-таки импортозамещение прошло достаточно мягко, и цены, конечно, повышались, но не в таких масштабах, как сперва ожидалось. Очень сильное влияние, конечно, окажет рост валюты. Но окажет, если такое вот, такая ситуация сохранится, то окажет намного позже, то есть где-то февраль, ближе к весне. По одной простой причине, что все-таки есть произведенные товарные продукции, уже закупленные товары, и так резко в торговле не производят. Во-вторых, я знаю, сетевые компании, они не соглашаются с повышением резких цен и стараются все-таки альтернативные источники поставок делать с тем, чтобы не допустить спекуляций. Потому что, к сожалению... Сколько они еще смогут сопротивляться? Тем более, об этом предупредила, что будет разбираться в каждом случае, если это спекулятивный просто подъем цен, или все-таки это как-то аргументированная ситуация. Потому что любой поставщик должен аргументировать, на каком основании, когда закуплен был товар, на каком основании эта цена поршает. Сергей Александрович, вы сказали, что все-таки к весне мы можем увидеть новые цены. Какие это могут быть цены? Я имею в виду по средним процентам, да? 15 процентов, о которых мы говорили, или выше? Вы знаете, вот, хуже всего, гадать на кофейной гуще. Ну, тем не менее, извините, это уже поставщики называются цены. Поставщики, да. Вот молокопроизводители. Я думаю, что если будет от 10, где-то до 15 процентов. Не выше. Не смотря на какую-то товарную группу. На основные, на основные продукты питания. Вот что касается сыров, у нас действительно не хватает сырья, поэтому... Молока не хватает сырья. Я и говорю, сырца молока, из которого делать, нужно поэтому закупать сыры, чтобы молоко, то питьевое, то, что у нас производится, по максимуму оставалось в России в виде сырья для производства наших традиционных изделий. А уж сыры надо действительно больше закупать, как и было раньше. А где закупать-то? Можно я тогда приведу цифру? С августа по декабрь, например, поставки белорусских сыров на территории Северо-Запада увеличилась на 2-3 процента. Конечно, не все сорта мы можем привозить из Беларуси, не хватает твердых сортов, но тем не менее, по молоку, например, увеличилась на 45 процентов поставка белорусского молока. И при этом вот цены на белорусские сыры, не дайте соврать, у нас просто есть рубрика «Продуктовая корзина 100 ТВ», где мы каждую неделю отслеживаем цены. Мы обнаружили начало роста цен на белорусские сыры. То есть они все-таки начали дорожать. Мы сейчас, знаете, о двух составляющих говорим. Первое, это вот то, что повлияло в виде импортозамещения, ну, назовем условно его так. И второе, импортозамещение в полном смысле производства своего. Это не произошло, потому что долгий цикл. Произошло просто замещение поставщиков. То есть импорт другим импортом. Совершенно верно. Но тут резко мешала ситуация вот с ростом курса евро и доллара. Вот здесь, если удастся Центробанку взять ситуацию под контроль, мы не увидим резкого такого все-таки. Если нет, то, конечно, это отразится сразу на поставках, в том числе и из Белоруссии. Я бы хотел поправить. У нас не резкий курс евро и доллара, а падение рубля в отношении ко всем валютам, в том числе к белорусским, узбекским, таджисским и всем остальным денежным единицам. Правильно? Это как стакан полон или пуст стакан? Это большая разница. Почему? Потому что если у нас было бы именно повышение валюты евро и доллара, мы бы покупали спокойно в Белоруссии, в Таджикистане, хоть где, хоть в Уругвайе. Потому что их валюты, соответственно, не повысились бы к рублю. Правильно? А так, получается, ситуация наоборот не та. С половиной стакан. Ситуация признанная. Давайте назвать вещи своими. С такими, что мы нигде не сможем закупить, потому что рубль у нас становится неплатежеспособным. Если вы не против, коллеги, я бы хотел резюмировать эту тему. У нас место для дискуссий. Прямо перебивай. Мне кажется, обсуждение темы повышения на 15% цен в следующем году, это очень оптимистичный прогноз. Я более чем уверен, что цены все-таки вырастут значительно больше. И ставка центрального банка в 17% рефинансирования, она уже определяет этот рост в 15%. Но проблема сейчас не в этом, на самом деле. Рост цен неминуемый, он, к сожалению, будет происходить. На то есть целый ряд факторов, вы их все уже прекрасно знаете, что-то из этого перечислили. У нас существует очень реальная и серьезная проблема снижения покупательской способности населения в следующем году. Конечно, зарплаты-то не растут. Не только зарплаты. Не растут зарплаты, при этом растет расходная часть. В следующем году мы столкнемся с очень серьезным кризисом, который будет на банковской сфере сказываться. Потому что сейчас задолженность домохозяйств перед банками составляет 10 триллионов рублей. Ранее многие россияне жили по принципу от кредита до кредита. То есть они рефинансировали свой долг, причем ставки еще постепенно падали. То есть они получали под более выгодный процент. Да, теперь банки будут сложнее выдавать кредиты. Они просто или вообще не будут выдавать, или сама идея рефинансирования будет не нужна потребителя. Потому что ставки по новым кредитам будут выше. Поэтому потребитель вынужден будет, россиянин вынужден будет погашать ранее полученные кредиты. А из этих 10 триллионов 70% кредитов выдано на срок до 3 лет. Будут ли цены на продукты питания в петербургских магазинах справедливыми, поговорим сразу после рекламы. Возвращаемся в студию программы «Что делать» и продолжаем говорить о росте цен на продукты питания. О том, чего нам всем ожидать после Нового года. И вот об этом уже беспокоятся петербуржцы. У нас есть их мнение. Давайте послушаем. Ну, допустим, какие-то дотации, какие-то послабления, помощь государства. Ну, продукты не все будут довольны. Не всем те продукты подходят. Кому-то подходит, кому-то нет. А по карточкам они могут выбрать себе. Вероятно, малоимущим нужна. И как-то должен город помогать и приобретении жилья, и вообще просто по жизни. Я считаю, что это должно оскорбить людей, карточки продуктовые. Ну что вы, в такое время карточки продуктовые, это нонсенс. Это ужасно. Вот эти вот программы социальные, которые добавляют какую-то энную сумму денег для пенсионеров, они, конечно, ограничены в том, как можно их получить. Например, у меня очень маленькая пенсия, но я живу с мужем. Сын прописан у нас, но он не живет. И я должна три зарплаты сложить, прежде чем получить какую-то дотацию от социальных служб. Ну вот видите, петербуржцы говорят о том, что помощь нужна в малоимущем условиях роста цен на продукты. Но, тем не менее, социальные карточки, которые сейчас обсуждаются в Петербурге, да и в России в целом, как-то не приветствуются. Какие город обсуждает меры возможной помощи в условиях кризиса, экономической стагнации и роста цен? К сожалению, зачастую слышат звон, да не знают, где он. Вот просто очень много информации было противоречивой. Оттуда вот и непонимание, о чем идет речь. Государственные магазины, карточки, талоны. Никаких в том понимании государственных магазинов не будет. Речь идет о том, что в Петербурге есть продовольственный фонд, который в следующем году, мы сейчас прорабатываем проект, будет закупать в том числе крупы, масло, соли и так далее. То есть ряд продуктов, которые имеют первые необходимости. Так вот, эти продукты, проффонд работает абсолютно в рынке. Он будет также продавать это все под названием ленинградский продукт во всех магазинах города. Но этот же продукт по специальным электронным, ну мы сейчас прорабатываем в каком-то виде, никаких карточек. Имеется в виду электронная скидочная карта, которая есть во всех магазинах на самом деле. То есть мы договоримся, допустим, если конкурс выиграет там какая-то сеть, например, мы с ним договоримся, что прямо на их картах будет специально для этих людей, мы им выдадим эти карты электронные, с которыми они так и так ходят в эти магазины. И вот именно ленинградские продукты они смогут купить с оценкой, допустим, там 20, 25, 30 процентов. А все петербуржцы или малоимущие? Только малоимущие, иначе начнется это же, это во-первых. Для остальных, извините, должна быть конкуренция. Чем больше поставщиков, это мы все понимаем, правила цены, это конкуренция, чем больше, тем меньше цена. Насколько может быть скидка? Вот я сказал, я думаю, рассчитываю где-то от 20 до 25, может быть. Ну то есть вы как раз думаете компенсировать тот рост цен, который обещают нам все эти поставщики после нового года? Метод государственная структура, и он может себе позволить работать без наценки. Без прибыли? Без прибыли, да. Соответственно, но хотя для этого сектора граждан, для этих людей, ну это не так, ну они есть, конечно, но их не так много. По остальной продукции будут работать абсолютно в рыночных условиях. То есть еще раз, да, товар поставляется, только у кого есть карточка, он получает скидку. Все остальные покупают по той же цене, что и другие товары. Мне кажется, очень хорошее предложение от Ольгиза Идрисовича. Именно оно будет удобно для ритейлеров, оно будет удобно для потребителей. Но и очень важно, чтобы эти предложения как можно быстрее были реализованы, потому что в следующем году мы рискуем столкнуться с ростом количества тех людей, которые будут нуждаться в поддержке. Совершенно верно. Это с комитетом по социальной политике, конечно, все будет. Социально зависимая группа населения, пенсионеры. Я так понимаю, вы будете предлагать это сетям, а будут ли все сети соглашаться? Ольга Вячеславовна, ваша сеть, как вы считаете? Ну вот в комментариях петербуржцы говорили о том, что это ужасно продуктовые карточки, потому что это поколение еще полное те самые. Вот нужно будет провести, наверное, тоже какую-то информационную работу о том, что это... Ну вот давайте начнем прямо сейчас. Это не карточки, да. Это электронная карточка, да, в которой содержится, ну как сказать, там не энное количество баллов. Такой опыт пей с московским правительством с 2013 года, он достаточно успешно реализуется. Во всяком случае, социологические исследования показывают, что 92% участников этой социальной, подчеркиваю, программы, да, оценили очень удобным такой формат, а именно департамент социальной защиты самостоятельно принимает заявки от нуждающихся в социальной помощи. То есть человек сам приходит, подает заявку? Он оформляет некую электронную карту, выглядит она как, ну, современная карточка банковская, да, электронный сертификат москвича он называется. И социальная карточка москвича. И с этим сертификатом он направляется в удобное время для него, в удобный для него магазин, выбирает продукты. На кассе предупреждает о том, что он намерен расплатиться этим электронным сертификатом, на котором энное количество баллов. Тут же он получает информацию о том, сколько он расходовал баллов, сколько у него осталось. Вот, если он выбрал продуктов больше, чем у него есть на этом электронном сертификате, соответственно, он может доплатить. Мы как раз заговорили о том, что в Москве уже вовсю применяются в некоторых сетях вот такие вот программы помощи малоимущим. Может быть, действительно не так страшно все будет, даже если молоко подорожает на 15-20% вот таким образом, как вы считаете, можно компенсировать? Вы знаете, мне кажется, вообще идеология, которая заложена в подобных программах, она правильная. У нас есть разные категории населения. У нас есть аудитория, которая 10-15% в своих доходах тратит, например, на продовольственные товары в месяц. А есть аудитория, есть население, которое тратит 50-70%. Ну, потому что денег нет. Конечно. И поэтому зарплаты низкие. И когда мы говорим о росте цен, я бы связывал это, на самом деле, в том числе с ростом цен. Есть категории менее чувствительные, есть категории более чувствительные. И появление вот подобных карточек, да, вот подобных систем, которые позволяют целевым образом поддерживать именно низкодоходные слои населения, она является очень правильной идеей. Я приведу здесь пример международный. Ну, наверное, всем известно, что в США существует тоже программа так называемых Food Stamps. Я хочу сказать, что за 10 лет ближайшее финансирование по этой программе составит порядка 900 миллиардов долларов. Это порядка, она распространяется порядка на 15 миллионов человек. И позволяет этим людям получать ежемесячно порядка 500-600 долларов, которые они могут тратить на специальные социальные продукты. Это позволяет государству не регулировать цены масштабно, но при этом поддержать самые социально незащищенные слои населения. Ведь, на самом деле, мы должны прекрасно понимать, что регулирование цен и то, что мы сейчас давим, например, на сети, на производителей. Да, а сети на производителей, да. Это будут переработчики на производителей сырья. Это будет приводить к тому, что рентабельность бизнеса, производящего перерабатывать, будет снижаться. Они будут зарубать реализацию новых инвестиционных проектов. Не будут наращивать производство. Никаким хорошим результатом это не проведет. То есть, это очень правильная идея, что мы целевым образом поддерживаем именно определенные категории населения. Но при этом не занимаемся, ну, скажем так, сверхнормативным регулированием цены в целом на рынке. Особенно для тех категорий граждан, которые и так нечувствительны к этой цене. Это все прекрасно. Действительно, меры по поддержке малоимущих. Но вот, допустим, давайте поговорим для тех, кто не малоимущий, условно средний класс. Хорошо, сети сейчас давят на производителей, чтобы не повышать цены. После Нового года все-таки они повысятся. Мы начнем поддерживать малоимущих. Но за счет этого не вырастут ли цены для всех остальных? Не будет ли такого, что в итоге какие-то магазины закроются, не выдержав конкуренции? Конкуренция станет меньше, цены станут больше. И мы все станем малоимущими, грубо говоря. Ну вот, я могу сказать свою точку зрения. На этот счет она будет немножко отличаться от всех присутствующих здесь. Я считаю, что введение карточек в той или иной форме, в электронной, либо на бумажных носителях, это есть унизительно для всех категорий граждан. Ну вот как говорила наша петербуржница. Да, я совершенно согласен с петербуржницей, которая сказала про это. Петербуржинка. Поэтому, даже если это будет введено по аналогии с зарубежными странами, то я еще раз хочу отметить, все, что хорошо или работает в той же Америке или в Германии, может абсолютно не работать в России. А вот почему то, о чем говорили? Вы же знаете, подождите секундочку. Вы же знаете, какая у нас коррупционная составляющая. В том числе и в торговой цепочке. Конечно. Вы сами это знаете, не понаслышке. Поэтому то, что это у нас заработает, и это будет не унизительно для граждан, я вот крайне сомневаюсь. И вот действительно крайне сомневаюсь. Считаете, что надо сначала с коррупционной цепочкой разбираться? Ну, с коррупционной цепочкой я даже не буду дальше комментировать, что нужно. Мы же вроде как разбираемся уже давно с ней. Но может быть кризис как раз в то время, когда... У нас сегодня рубль, я говорю, я знаю, и вы все знаете, зависит от чего? От цены на нефть. Даже газ зависит, стоимость газа от цены на нефть. Я имею в виду экспорт в том числе. Мы знаем, что у нас происходит. Нефть падает, бензин растет. У нас все с ног на голову. Вот сегодня получается так. Я боюсь, что и с карточками выйдет такая же ситуация. На мой взгляд, проще было бы в другую сторону посмотреть. Дело в том, что если у нас нефть будет падать, доходы граждан... И сегодняшний день покажется не черной полосой, а белой полосой в будущем. Не дай бог. Не дай бог. То надо понимать, что мы будем иметь. Мы будем иметь бедных, которые нищими стали, совсем нищими. И которым не на что будет вообще чего-либо купить со скидкой 15 или 20 процентов. У них просто денег не будет на это. Поэтому, на мой взгляд, надо другой взять зарубежный опыт во главу угла. И уже сейчас строить социальные столовые. Где мы будем кормить граждан. Кормить граждан в том числе по карточкам и лишь за деньги, которые они действительно могут найти. Пусть 50 рублей будет стоить обед. Пусть он будет низкокалорийный. По-моему, это еще будет более унизительно, чем введение карточек. Мы будем жизни спасать, уважаемый мой Иван Вадимович. У нас есть центры обслуживания тех же самых бомжей. Они там есть в разных районах города. Возможно, в этой нише это будет решаться. У вас есть статистика по бомжам, сколько их умирают каждый день? Их достаточно много, но есть центры, которые их обслуживают, принимают. Но давайте тоже из крайности и в крайности не будем. Ну давайте бомжи-то все-таки отделим от граждан. Мы сейчас во времена рецессии будем ставить мобильные кухни на Невском. И кормить там супом людей. Не надо социальные столовые открывать. Это не я придумал. Не надо, не надо. Вы считаете, не надо, а я считаю, надо. Потому что нам придется спасать людей. Государство обязано, правильно сказала одна из петербуржных, что государство обязано темным способом помогать малоимущим. В данном случае, вот в этой программе, город много делает. Есть много дотаций для... А как насчет социальных столовых? Идея-то интересная. Почему нет? Вы бы стали ее поддерживать, плавировать? Если будет такая необходимость, нужно ее это делать. Если будет такая необходимость. Так как бы не запоздать просто. Ну, идея, вот я говорю, при необходимости это идея хорошая. Чем больше полномочий у чиновника будет, тем, естественно, ему будет интереснее работать. Давай что? Дополнительно. Вы хотите еще больше полномочий у чиновников? А карточки кто будет задавать? Кто будет управлять социальными столами? Нет, нет, нет. А что вы говорите? А карточки? Карточки тоже чиновники будут выдавать? Нет, в данном случае предложена достаточно гибкая схема, которая, в моем понимании, не затрагивается. Если все увести в совсем другую сторону. Когда мы говорим про эти... Не хочу даже слово карточками называть. Пускай это будет сертификация электронная. Социальный сертификат. Понимаете, при слове Петербург карточка у всех начинается шок. Да. Значит, сертификаты электронные. Они, мы всегда ими пользуемся. И в банках, и везде, и в магазинах. Вот, есть сеть. Допустим, она выиграла этот конкурс. У них, на их карточках будет, или в их сети. Это первое. Во-вторых, если мы говорим про социальные эти столовые, это будет, вон, в случае, управляющая компания. Государство не будет делать ни свои магазины, ни свои столовые государственные. Мы от этого уже ушли. Это точно, да? Это конкурс, конечно. Все будет через конкурс, и все должно быть прозрачно. Вот, тем более, это время не нужно для того, чтобы открыть социальную столовую. В моем понимании, основная функция государства, это регулирование. Это регулирование, а не вмешиваться за евро, за рубр, действующие субъекты. Не надо панику разводить, вы сейчас уже... Я не разложу панику, я делаю предложение. Электронный сертификат, это все равно продукт прогресса. Да, конечно. И в эту сторону все равно стоит двигаться. Это удобно. Коллеги, давайте, вот, функция государства, это регулирование. Пример закона о торговле, и вот сейчас последние там изменения, которые были приняты Госдумой, когда вводится дополнительный налог на торговлю с квадратного метра, который, слава богу, в Петербурге, торговый сбор, который, слава богу, сейчас в Петербурге заблокировал. Да, кстати, мы с вами об этом говорили на одной из последних программ, и мы все очень рады, что его у нас не приняли. Норматив абсолютно не гибкий, он распространяется на все магазины. И те магазины, которые сетевые, которые более эффективны, переварят этот налог и нормально продолжат работать, а магазины шаговой доступности, разболоженные не всегда в самых проходимых местах, но которые обслуживают в том числе и социально незащищенные группы, тех же пенсионеров, которым тяжело ходить до магазина на большие расстояния. Вот эти магазины позакрывались бы после этого. Зачем такие законы? Позвольте, я еще хочу сказать, нужно обязательно ввести поправки закон о торговле, с тем, чтобы субъект федерации, вот Петербург, мог влиять на это взаимодействие подпоставщиков и сетей. Потому что на сегодняшний день влияния особого нет, и вот здесь нам нужны поправки, я, может быть, вызову... Это мы как раз говорим о коррупционной составляющей, которая... Мы ее увеличим, наверное, тем самым. Ну, вы... Вы извините, это мое личное мнение, на мой взгляд. А вы, вы знаете, все время себе завели пластинку. Речь идет о взаимодействии поставщиков и сети. Город тут ни при чем. На сегодняшний день город видит, как сети иногда не могут договориться с хлебопеками, с другими поставщиками. Вот мы считаем, что все-таки субъект должен как-то иметь полномочия регулировать эти отношения. Потому что на сегодняшний день это можно только делать административными мерами, что не... Не рыночное, да. ...не хорошо, не в неправовом поле. А влиять каким образом? Чтобы проверять и прозрачность, в том числе, этих отношений? Конечно. Конечно. И у нас, к сожалению, вот город очень сетевой. И в этом плане, конечно, бывают... Хотя сетями идем постоянно переговоры, где-то они идут и нашим производителям на встречу, но бывает и очень. Вот сейчас я не знаю, какая ситуация будет, потому что осложняется ситуация. Вот сейчас опять будут пытаться дело перетянуть друг на друга. Вот надеюсь, что этого не произойдет. Денис Андреевич, вот на этой вашей, наверное, мысли о том, что действительно город должен, наверное, больше следить и контролировать прозрачность отношений всех участников торговой цепочки. Давайте закончим. Ну а подводя итог, скажу, что рост цен на продукты, это, как мы выяснили, одно из самых болезненных, но и, увы, неизбежных последствий нынешнего кризиса. В этом, рассуждая о прогнозах на Новый год, сходятся и оптимисты, и пессимисты. И важно понимать, речь идет о подорожании не только импортных продуктов. Ведь большой процент отечественной продукции производится с применением импортных ингредиентов и оборудования. Другими словами, подорожает фактически все. Пока нас кормят обещаниями об импортозамещении. Это, конечно, вкусное обещание, но сытыми, увы, пока не будешь. Так что очень хотелось бы верить, что вместе с мерами по поддержке отечественного производителя, власть продумывает и способы смягчения кризисного удара по отечественному потребителю. Как минимум, пришло время навести порядок в не всегда прозрачных и честных отношениях всех участников торговой цепочки, производителей, оптовиков, поставщиков, ритейлеров. Если исключить коррупционную, спекулятивную составляющую из цен на продукты, возможно, это отчасти компенсирует их нынешнее кризисное подорожание. И, конечно, вся надежда на конкуренцию. Как известно, чем больше предложения, тем ниже цены. Это был проект «Что делать?». Меня зовут Екатерина Семыкина. На сегодня я с вами прощаюсь и передаю слово моему коллеге Роману Перлу.